Тот, кто служил Родине и погиб за нее, не забыт. 8 ноября в России – День памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при выполнении служебных обязанностей. В Иванове в этот день бойцы Росгвардии возложили цветы. В этот день мы вспоминаем тех, кто безвременно ушел из жизни, защищая нашу Родину, находясь на боевом посту. Мы вспоминаем их, потому что они всегда с нами, потому что они совершили мужественный поступок. На примере их непродолжительной, но яркой жизни мы воспитываем подрастающие поколения молодых сотрудников. Почтить память пришли не только сослуживцы, но и семьи погибших бойцов. Нина Николаевна потеряла сына Евгения в марте 2000 года. Спецназ внутренних войск, где служил тогда ее мальчик, отправился в командировку в северокавказский регион. Вступил в неравный бой с бандой боевиков и героически погиб. Даже спустя годы матери сложно вспоминать события тех дней. Я даже не знала, что он в Чечни уехал, потому что до телефонов не было. Мне пришло из части 67-48 сообщение, что ваш сын находится на территории северокавказского региона. По последним сообщениям жив и здоров. И следующее сообщение пришло. Он погиб 17 марта. А 20 марта пришла телеграмма, что верной своей присяге, выполняя воинский служебный долг, он погиб смертью храбрых в селе Комсомольском. Указом президента ефрейтора Евгения Ваганова наградили краповым беретом и орденом мужества посмертно. Но для близких погибших героев награды – слабое утешение. Семей, которые потеряли сыновей, отцов, мужей, братьев, при исполнении служебного долга в Иванове немало. Все, что осталось у них – это память. Но и сослуживцы стараются не забывать погибших героев. Заменить семьям потерянных близких невозможно, но помочь справиться с горем, заботиться и опекать росгвардейцы считают своим долгом. Максим Серебряков, Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ, Иваново.